Вы когда-нибудь слышали о проекте MV World? Сейчас мы тебе расскажем! На данном проекте есть множество мини-игр. Также есть наши уникальные мини-игры, такие как Bad Wars 1 на 1 и 2 на 2. Отличная система PvP, частые обновления и дуэли. Еще не убедились в том, что наш проект хороший? Мы не ориентируемся на привилегии и донат. Все глобальные обновления ты найдешь в нашей группе ВКонтакте. Вас заинтересовало? Все данные сервера будут в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Тунка, и сегодня я буду покупать майнкрафтовские аккаунты на серверах за 100, 500 и 1000 рублей. Вы, наверное, спросите, Тунка, а как ты угораздился до такого дойти? А дело в том, что я зашел на старый добрый сервер, на котором я раньше играл, и я здесь встретил огромное количество подписчиков. Потому что раньше я всегда снимал на сервере CraftU, тут было огромное количество моих подписчиков, и как только я сюда зашел спустя 3 месяца, меня все сразу узнали. И я такой решил, ребята, спросить у них, а вы бы могли продать свои аккаунты там за 100, 500 и 1000 рублей? Я нашел трех людей, которые согласились, и прямо сейчас, ребята, я вам их покажу. Но прежде чем это произойдет, я хочу вам рассказать одну очень-очень важную тему. Возможно, ты не был на моем вчерашнем стриме и не слышал про то, что, к сожалению, я ушел с сервера ForceMine. И, возможно, вы не знаете, почему и у вас тысяча вопросов возникают. Так вот, я скажу максимально вкратце, надеюсь, что вопросов после этого ролика больше не будет. Так вот, дело в том, что я, да, я ушел навсегда с сервера ForceMine, по причине того, что, к сожалению, я узнал некоторые плохие вещи по поводу разработчиков, которые, если честно, меня подвергли в некоторый шок, и я просто не могу в дальнейшем дальше с ними работать. Я не хочу говорить вам в подробностях, что именно я про них узнал, потому что пока что не время. Если вдруг понадобится, ребята, я запишу отдельный ролик на эту дему, где все расскажу, все, что знаю про этот сервер, и это не очень хорошие вещи. Но пока что говорить их в любом случае не хочу, вот как-то так. Надеюсь, ребята, то, что вы поймете меня, и да, я действительно больше не появлюсь никогда на ForceMine, поэтому в следующие ролики вы спросите, наверное, а где же будут сниматься ролики? Так вот, ролики будут сниматься на моем собственном сервере, который уже разрабатывается, и если вы не были на стриме, вы не знали, но мы прямо на стриме его разрабатывали. Да-да-да, этот сервер, ребята, планирует свое открытие уже в это воскресенье, что означает, что завтра-послезавтра ты уже сможешь зайти на мой новый сервер. Но что за сервер будет, узнаете прямо в день открытия, потому что слишком сильно затягивает этот ролик, я не хочу, поэтому давайте приступать уже к самой теме этого ролика. А пока я накрафтю, значит, надо найти этих подписчиков, которых я находил до этого, и... так, а никнейм у меня записан в телефоне, сейчас быстренько я гляну, и пойдем покупать их аккаунты. Итак, первый человек, это даже девочка моя подписчик, это топовая FIFA, у нее именно такая ник. Так, я в невидимке или нет? Давайте напишу ей снова приветик, здравствуйте, да, я здесь админ на сервере, и классненький, конечно, моих подписчиков. Я не хочу сильно смотреть ее дом, я хочу его рассмотреть поближе, когда я уже куплю ее аккаунт. Так, она написала мне, привет! Она говорит, это правда ты? Да, это я. Админка же есть, напишу ей. Ну шо, продашь мне свой акк за 100 рублей. Кстати говоря, сразу скажу, что продавать аккаунты за деньги вообще запрещено правилами, делать этого нельзя. Но, по сути, я не продаю свой аккаунт, я просто предлагаю своим подписчикам деньги за то, чтобы я просто зашел поиграть немножко на их аккаунте. Я не думаю, что это прямо очень сильно нарушает какие-то там правила серверов. Говорит, ну, думаю, да. Все, она такая, знаете, смайлик еще радостный отправила, мне кажется, ей кайфово сейчас вообще. Еще и денежки заработает, вообще, найс, хорошо. А, супер, скидывай тогда свой кошелечек. Я не знаю, что она скинет там, а напишем ей абсолютно любой. Да, ребята, на этот ролик я еще и потрачу немало денег, я на него потрачу, получается, 1600 рублей. Поэтому, пожалуйста, поставьте лайк ему, чтобы меня поддержать, потому что я это делаю ради контента, и мне, в принципе, несложно. Поставь лайк, напиши какой-нибудь приятный комментарий, и если вдруг ты не подписан на мой канал, то скорее оформляй подписочку. Так, там она где-то там в своем домике, я, думаю, рассматривать не хочу, хочу ее рассмотреть уже, когда заберу ее аккаунт. Так, она скинула, а, да, она свой киви кошелек, походу, скинула, нормально, нормально. Так, все, давайте подойдем поближе к ней, переведем ей денежку и продолжим. Все, перевел денежку, пишу, все, перевел, проверяй, все, отправил ей, и теперь ждем ее ответа, что она скажет, и офигеть, какой у меня красивый ресурс-пак. Ха-ха, смотрите, что она отвечает, вау, пришли. Знаете, она, наверное, не ожидала, что я действительно ей переведу деньги, и она такая, ничего себе, так он не шутит. Так, я пишу ей, ну что, жду пароль на сервере. Только надо написать, только напиши мне его в личку, а то мало ли кто-нибудь другой его увидит. Опа, ребята, смотрите, мы реально зашли с ее аккаунта, смотрите, я реально зашел с ее аккаунта. Я думал, она меня обманет, кинет, скинет мне неверные данные, но она реально скинула мне настоящий свой пароль. Я впервые захожу, просто, знаете, чувствую себя как не дома, серьезно, зашел в какую-то чужую хату. Аня, не трогай, тут написано. Ну что, давайте посмотрим, что мы получаем, ребята, на сервере, купив аккаунт за 100 рублей. Так, тут, во-первых, какая-то странная ловушечка, типа, знаете, такая, что люк вроде закрыт, ты можешь пройти, и в последний момент кто-то открывает люки, и человек просто падает в лаву. Ладненько, мы тут, ребят, в придачу получили еще огромную-огромную ферму. Неплохо, неплохо, пойдемте смотреть, что у нас внутри дома есть. Так, у нас судук Аня не трогай, давайте оставим его напоследок, посмотрим, что же там не надо трогать. Так, подарок для Анютки, что за подарок тут у нее? Ага, какая-то броня, ну, короче, стартовые наборы обыкновенные. Тут у нас тоже вещь, ааа, у них очень мало вещей, наши драгоценности, наши драгоценности, ух, нифига, 4 алмазика, ну, они же вот так себе, кстати говоря. Так, пойдемте на второй этаж, тут у нас, что это такое, это тюрьма или что это, бассейн, какой-то джакузи без воды, что это такое? Ааа, стоп, или это чтобы посмотреть на вид снаружи, о, смотрите, вид за 100 рублей, здравствуйте, здравствуйте, это вид за 100 рублей, правда, я не знаю, почему тут тюремные вот эти вот решетки, но тут вид на дерево, офигенный вид. Дом, ну, не без дыр, как говорится, да, окей, резований не особо много, весь пол у них из верстака, ну, и давайте посмотрим, что в Аня не трогай, так, тут у нас, опа-на, тут уже интересные вещи пошли, а Ваня не трогай, все, что ли? И вот это вот Аня трогать не надо, или она уже потрогала, мне кажется, она уже потрогала. Так, ну и что мы тут имеем, ну, типа обычные вещи, на самом деле, за 100 рублей, но что вы могли, ребята, ожидать, ну, за 100 рублей, камон, то есть мы получаем каменный дом, реально тоже неплохой, ферму большую получаем, неплохое количество ресурсиков и вид за 100 рублей, а это, кстати, я. Ну, мне кажется, что за 100 рублей этого достаточно, знаете, когда вам лень развиваться самим, вы просто платите 100 рублей, и вот, за вас уже развились, так сказать, до какого-то начального уровня. Ну, давайте пойдем дальше, ребята, так как меня ждут еще остальные ребята, чтобы посмотреть, что они такого покруче мне могут предложить. Итак, следующий в моем списке это ник Карандафик, кстати говоря, у него даже похожий ник на мой, давайте напишем ТП Карандафик, все, телепортируемся к нему, и здоровик, так, я в невидимке или нет? Так, я не в невидимочке, давайте напишу ему, здорово, он говорит, эо, правда ты, эо, да, о, смотрите, остальные все, они тоже подтянулись, о, Тумка говорит, да, да, это я. Я пишу ему, можешь скинуть свои реквизиты, чтобы я купил твой аккаунт, а он мне говорит, что он говорит, мамочка, я популярный, понятно, кстати говоря, ладно, домик его рассматривать сейчас пока что не будем, я хочу рассмотреть его, когда уже получу доступ к аккаунту, так будет гораздо интереснее. И он уже скидывает какой-то там номер, нифига себе, все, полетели, друзья, скидываю ему денежки и возвращаемся, а это, кстати говоря, сколько же, это уже 500 рублей, ну, давайте посмотрим, что же мы получим за 500 рублей. Все, я написал ему, отправил 500 рублей, жду, когда он ответит, пришли они или нет, и я надеюсь, что он меня не кинет, потому что 500 рублей уже достаточно весомая цифра. О, смотри, девчат, он говорит, ооо, Рилли пришли, ха-ха-ха-ха, пацан реально офигел, он тоже того не ожидал, так же, как и предыдущая девочка. Друзья, я надеюсь, что вы уже поставили лайк этому ролику, потому что сейчас мы пойдем обозревать дом реально за 500 рублей, а дальше и вообще дом за 1000 рублей, ну что, поехали. Итак, ребята, внимание, вы успешно вошли, мне написано, я зашел с аккаунта Карандафик, давайте нажмем выбор режима, зайдем в наше гриферское выживание номер один, хотя можно зайти и в другие, посмотреть, может быть, он и там развивался, но как минимум мы зашли сюда, где нам и хотелось поиграть. Так, хорошо, у него тут 12 зелек разрушителя, йоу, тотем бессмертия, неплохо, неплохо, зачарованное яблоко, офигеть, нет, чел классный, чел классный, реально, так, окей, я сразу могу заметить то, что у него весь дом из печек. Камон, что это за дизайн такой? Вот, ребята, как вы думаете, какой самый любимый блок у владельца этого дома? Голосуйте в комментариях. И вопрос, почему у него нет ни одного верстака в доме? Братан, как ты крафтишь вообще? Окей, ладно, давайте посмотрим, что у него в сундуках лежит, так, у него, ну, нормальненькие, в принципе, неплохие вещи, алмазок я вижу много, алмазки, алмазки, ну, такое, в принципе, вещей нормально, так. Я бы сказал то, что достаточно хорошо, хотя когда я играл на этом сервере, у меня бывало и побольше вещей, ну, да ладно, давайте посмотрим снаружи, как это всё смотрится. Это огромная, реально, печечная будка, просто реальная плавильня, ай, Крипер, уйди отсюда, в придачу у нас даже идёт сосед, о, реально, смотрите, там, чувак, даже есть костя какой-то, там какой-то костян, ребята, прикиньте, я сейчас могу загриферить человека, просто так, Крипер, уйди отсюда, не подходи, не поли меня, пожалуйста. Так, получается, в придачу мы ещё получаем соседа, которого мы можем загриферить, офигеть, не встать, Крипер, ну ты, пожалуйста, ну, свали отсюда, ты мешаешь, брат, реально мешаешь, братан, братан, не до тебя, реально, да что ж ты делаешь? Так, ребята, реально, я сейчас зашёл с его аккаунта, а тут, оказывается, у него сосед какой-то есть. Я не знаю, Владаха не или нет, но я лишь-то хочу его убить. Костяночка, я хочу тебя убить. Он пишет мне в чате, смотрите, ты кто? А я тот, кого ты не ждал. Только как к нему попасть в хату? Хороший вопрос. Блин, у него тут везде всё закрыто, и он дверь купил, вроде, открывать не собирается. А нет, он открыл дверь, я слышал, как он открыл дверь. Так, я шифтом подхожу, подказываю к нему. Ага, здравствуйте, дырин, дырин, дырин. А это я, как ваши делишки, опа, попасть бы к нему в хату, эх, хотелось бы. А слушайте, давайте глянем, есть ли у него в печках эндерпёрлы. Это самый необычный гриф, просто гриф с левого, вообще, с левого реально аккаунта. Как будто я бустю его аккаунт. Так, пожалуйста, эндерпёрла, одна штучка хотя бы. Так, эндерпёрла, эндерпёрла, эффект какой-то ниндзи, я не знаю, золотые яблоки. Неужели у него нет одной эндерпёрлы? Эх, зараза, у него есть всё, ребята, у него есть всё, только нет одной эндерпёрлы, это нечестно. У него даже есть наборы для грифа, я не знаю, но эндерпёрлы, к сожалению, нет. У него зелье силы 2, что довольно клёво, но этот чувак, видимо, драться со мной не хочет. Он даже не пишет в чате, гоу дружить, ха-ха-ха, о май гад, сейчас просто создам себе нового друга. Добро, опа, опа, убиваем его, ладно, убиваем этого чувака, всё, трогать его больше не будем, пускай он ждёт своей жизнью. Ну и что могу сказать по поводу этого дома? Ну, за 500 рублей получили мы будку из печки, ну, убили одного соседа. Вещей, в принципе, тут очень даже немало, поэтому я бы сказал то, что это заслуживает 500 рублей, реально. То есть, ну, в принципе, меня не обманули, потому что 500 рублей, и ты получаешь много алмазных наборов, даже золотые зачарованные яблоки, тотемы бессмертия. Я бы сказал то, что это того стоит. Ну и всё, в принципе, больше про эту будку из печки нечего говорить. Пойдёмте к самому интересному моменту этого ролика, к дому за 1000 рублей. Надеюсь, там будет чё-то намного круче. Итак, и последний, наверное, самый интересный человек-клиент, так сказать, этого ролика, это чувак с ником Кекепопо, Кекпопо, что-то такое, ё-моё, слишком сложный у него никнейм. Так, где он тут прячется у нас? Я, кстати говоря, зашёл на классик гриф номер один, потому что этот чувак находится на другом сервере, и всё, я нашёл его, Кекпопо, и... А, он находится на спавне вообще! Так, ладно, вот это меня немножко пугает человек, который предлагает мне свой дом за 1000 рублей. Он без вещей, он бегает по спавну, это немножечко меня смущает. Скинчик у него, конечно, прикольный, ничего не могу сказать, чисто нуб джентльмен. Давайте, короче говоря, к нему подойду. Алло, остановись! Всё, он увидел меня. Так, давайте напишу ему, здорово! Послушайте, он какой-то гиперактивный, бегает, прыгает, бьёт, я не знаю, что делать. Ну что, твой дом точно заслуживает, заслуживает 1000 рублей, потому что я переживаю немножко. Так, он говорит, привет, Тумка, это ты? Да, я, ё-моё, почему все спрашивают, если это я? Если все знают то, что админ, ну, понятное дело, что я. Кто ещё? Админ, карандаш, я тут снимал не раз и много раз вообще. Он говорит мне, тэпни наверх, серьёзно! Боже мой, я этому человеку 1000 рублей сейчас буду переводить, мне страшно! Что это такое? Я спросил у него про дом, он вообще говорит, тэпни наверх, серьёзно? Я на тебя тэпну без проблем, но мне что-то немножко страшно за свои деньги. Я бы ему лучше 100 рублей доверил, нежели 1000. Так, он говорит, он очень красивый, хорошо. Хоть что-то звучит многообещающе. Ну окей, говорю ему, давай, скидывай реквизит. Я надеюсь, что его дом реально стоит 1000 рублей, иначе это будет очень даже обидно. И, кстати, ребята, если у вас остался какой-либо ещё вопрос по поводу открытия моего нового сервера, то уже 20-го числа, то есть в воскресенье, у меня пройдёт стрим с открытием моего собственного нового сервера, который мы создавали вместе с вами на стриме. Я надеюсь, вы все придёте на этот стрим, если что, он пройдёт, скорее всего, вечером в 17.00 по московскому времени. Так что, ставь в будильник напоминаний, поверь мне, это будет историческое событие. Так, он мне что-то написал, или он продолжает АФК-жать? Меня этот парень вообще смущает! Я не хочу ему 1000 рублей перевернуть! Он АФК-шит, смотрит в дерево, тебе нормально! О, хотел написать ему, жду реквизиты, он уже отправил. Всё, окей, отправил мне свою карту, всё, окей, или там кивиш он отправил. Короче, сейчас переведу ему деньги, ребята, и вернёмся к вам. Ребята, у меня предчувствие, что меня обманули. Посмотрите на экран, игрок с таким ником уже играет на сервере. Я не знаю, впустит ли он меня вообще на сервер, но меня эта тема немножко пугает. О, ура, я смог зайти! Вы успешно вошли, пароль работает. Ребята, меня как минимум не обманули. И теперь я в роли элегантного джентльменского нубика. Полетели с ним, так, мы играли в классический гриф номер один, погнали сюда. И давайте посмотрим, окей, мы телепортнулись сюда. По всей вероятности, мне нужно написать команду HOME. Боже мой, пожалуйста, хоть бы он меня не обманул, хоть бы у него реально был какой-то дом. И чтобы это была не земляная коробка. Ладно, посмотрим, что же мы получаем, друзья, за тысячу рублей. Пишем HOME прямо сейчас. Раз, два, три, отправляем, и... Так, хорошо, у него что-то есть. О, нифига себе, интересненько. Так, хорошо, по крайней мере, нас не обманули. Так, это мой приват. Да, это мой приват, нифига себе. Так, давайте выйдем из дома, посмотрим на него снаружи. О, довольно неплохо, кстати, довольно прикольненький дом. Довольно необычно использованный материал. Ой, стоп, 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 что это такое? Эй, его уже гриферили, что ли? Это дом, который уже гриферили. Хотя вещи там вроде бы есть. Странно, странно, тут явно его когда-то уже гриферили. Либо только что загриферили. Я не знаю, мало ли он еще меня в этом обвинит. Я никого, если честно, не гриферил. Тут огонь, который, как я надеюсь, не распространяется. А тут сундуки с ресурсами. Так, кстати, нифига себе у него ресов. Ресов у него, кстати говоря, немало. Хотя, вроде бы как, его только что загриферили, нет? Ладно, видимо, нет. Ресов у него много, довольно классные вещи. Я слушаю какого-то зомби. И в придаче мы даже получаем ловушку, походу, вау. Так, а как в него спуститься? Тут есть, а, тут есть спуск, смотрите. Полетели вниз. И тут, получается, есть вагонетки с вещами. Но они, к сожалению, пустые. Неплохо-неплохо получаем в придачу еще ловушку. Короче, за 1000 рублей мы получаем красивенький, довольно необычный дом. С прикольной декорацией, я бы сказал. А, довольно большим, так делать, количеством ресурсов. Зацените, сколько тут вещей клевых. Протекшн 4, не, это здорово. Протекшн 4, комплект и вообще класс. Правда, то, что снизу вот эти вот загриференные рельсы меня немножко смущает. Но да ладно, их можно, в принципе, забрать, сломать. И давайте посмотрим, прописав команду RG-info, сколько людей в этом привате. Здесь Ром Челла называется приват. И в нем Арья еще два человека. А, то есть он еще не один развивается. Стоп, получается, он продал мне аккаунт, в котором я буду развиваться с его друзьями. О, боже мой, максимально странный пацан. И я за это, друзья мои, отдал 1000 рублей. Окей, я надеюсь, что этот дом стоит того. Но, в принципе, ресурсы довольно клевые у него. Так что я бы сказал, что можно с этим смириться. Ну и вот, наверное, и все, друзья. Я не буду здесь играть, оставлю ему аккаунт. Я просто хотел посмотреть, поинтересоваться, кто за сколько продаст аккаунт. И главное, не обманет ли меня какой-нибудь подписчик. Я рад, что меня никто не обманул, это здорово. И я повторяюсь еще раз то, что, ребята, в воскресенье 20-го числа у меня придет стрим на канале. Поэтому приходите в 17.00 по московскому времени обязательно каждый. Будет интересно. С вами я, Тумка. Спасибо за просмотр. И всем, друзья, пока-пока. Воу, кстати, а ты знал то, что у меня много таких роликов на канале? Да-да, причем на похожую тему. И ты можешь их посмотреть. Камон, они же у тебя прямо на экране. Кстати, ты можешь подписаться на мой канал, а я буду танцевать от счастья. Ну и мне это очень сильно поможет. Поэтому огромное спасибо за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok